СВЯТОУСПЕНСКАЯ СВЯТОГОРСКАЯ ЛАВРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРАВОСЛАВНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СЕДМИЦА С 1 по 7 апреля 2024 года. СЕДМИЦА ТРЕТЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА В ЭТИ ДНИ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТЯНИ МОЛИТВЕННО ПОЧИТАЮТ ПАМЯТЬ МУЧЕНИЦЫ ФАТИНЫ САМАРЯНЫНИ И С НЕЮ ПОСТРАДАВШИХ, ПРЕПОДОБНОЙ ИСПОВЕДНИЦЫ СОФИИ КИЕВОПОКРОВСКАЙ, ПРЕПОДОБНОГО НИКОНА ИГУМЕНА КИЕВОПЕЧЕРСКОГО В ГРЯДУЩЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ВЕРУЮЩИЕ БУДУТ ПРАЗНОВАТЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ И ОТМЕЧАТЬ НЕДЕЛЮ КРИСТОПОКЛОННУЮ. ВО ВТОРНИК 2 АПРЕЛЯ ЦИРКОВ ВСПОМИНАЕТ МУЧЕНИЦУ ФАТИНУ САМАРЯНЫНЮ, ЕЁ СЫНОВЕЙ МУЧЕНИКОВ ВИКТОРА, Наречённого ФАТИНОМ И ИОСИЮ, СЕСТЁР АНАТОЛИЮ, ФОТО, ФАТИДУ, ПРАЗКИВУ И КИРИАКИЮ, А ТАКЖЕ СЕВАСТИАННО И ДАМНИНУ. СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА ФАТИНА – ТА САМАЯ САМАРЯНКА, С КОТОРОЙ БЕСЕДОВАЛ ГОСПОДЬ. ЭТУ ВСТРЕЧУ ОПИСАЛ ЕВАНГЕЛИСТ ИОАН. ПОЗЖЕ ОНА СТАЛА УЧЕНИЦАЙ АПОСТОЛА ПЕТРА И ПРИНЯЛА КРЕЩЕНИЕ С ИМЕНЕМ ФАТИНА. ГДЕ БЫ НЕ БЫЛА СВЯТАЯ, ОНА ВСЮДУ ПРОПОВЕДОВАЛА О ХРИСТЕ. В НАЧАЛЕ 60-х ГОДОВ ФАТИНА ЖИЛА И ПРОПОВЕДОВАЛА В ГОРОДЕ КАРФАГЕНИ. Труд проповеди с ней разделял младший сын Иосия. Старший сын Фатины Виктор служил в римской армии и за доблестные подвиги был поставлен воеводой в городе Атталия в Малой Азии. В то время Римской империей управлял Нерон, чье имя до сего дня прочно ассоциируется с жесточайшими гонениями, которые он воздвиг на христиан. Городоначальник Атталии Севастьян попробовал уговорами склонить Виктора к тому, чтобы он отрекся от Христа и попросил своих мать и брата прекратить проповедь. Виктор ответил твердым отказом. В этот момент Севастьян ослеп и онемел. Три дня он лежал молча, а затем стал кричать. Один христианский бог есть истинный, одна христианская вера есть вера истинная. Виктор наставил страдальца в вере. Тот крестился и тут же стал здоров. Вслед за Севастьяном приняли крещение и его слуги, а затем многие жители города. Известие об этом дошло до Нерона. Он приказал привезти в Рим и Виктора, и Севастьяна. Перед путешествием Виктору явился Господь и сказал, «С этого дня Фатин будет имя тебе, так как многие тобою просвещенные обратятся ко мне». Одновременно со старшим сыном в Рим прибыла, получив откровение свыше и Фатина, а с ней и ее пять сестер. Они сами пришли к императору и засвидетельствовали о своей вере. Тогда же на суд были приведены Виктор и Севастьян. Нерон приказал подвергнуть их пыткам. Однако святые не чувствовали боли и оставались невредимыми, в то время как их мучители устали до изнеможения. Тогда Нерон повелел ослепить и бросить в темницу Виктора, Иосию и Севастьяна, а остальные были отведены в императорский дворец под присмотр дочери императора Домнины. Но вот Нерону донесли, что Домнина и вся ее прислуга и даже подосланный отравить Фатину с сестрами Волфу крестились. Виктор же, Севастьян и Иосия не просто исцелились, но принимают в темнице множество людей и наставляют их в христианской вере. Нерон пришел в ярость. По его приказу Виктора, Иосию и Севастьяна распяли и били ремнями. Через три дня к мученикам явился ангел и, освободив их, исцелил от всех ран. После этого святых подвергли другим пыткам, а затем им отсекли головы. Мученические венцы приняли и Фатина, и ее сестры. В завершении истязаний с них содрали кожу, после чего Фатину бросили в колодец, а ее сестер обезглавили. Произошло это около 1966 года. Четверг 4 апреля церковь вспоминает преподобную исповедницу Софию Киевскую в миру Софии Евгеньевну Гриневу. Она родилась в 1873 году в дворянской семье. Из-за болезни рано умер отец и мать осталась с тремя малолетними детьми. Семьей они часто посещали Оптину пустынь. Окончив Киевскую Фундуклеевскую гимназию, София поступила в консерваторию по классу пения. У нее был необычайно красивый голос, преподаватели прочили девушке блестящее будущее оперной певицы. Но Господь не забывал о своей избраннице, которой предназначил совсем иной путь. На последнем курсе София заболела дифтерийной ангиной в тяжелой форме и по приглашению своей подруги-монахини уехала в свято-троицкий женский монастырь. Там ей стало хуже. Девушка слегла, все ожидали скорого ее отхода в мир иной. К Софии пришел батюшка и причастил умирающую святых христовых тайн. На следующее утро София проснулась исцеленной. После этого чуда она осталась в монастыре. Спустя время София создала монашескую общину в честь иконы Божьей Матери от рада и утешения, которую возглавляла более 15 лет. В 1912 году митрополит Киевский Флавиан подыскивал игуменью для Святопокровского женского монастыря. Указом Святейшего Синода от 28 декабря того же года София была назначена настоятельницей этой славной обители. 16 января 1913 года ее постригли в монахини, а на следующий день возвели в сан игумении. В то время в Покровском монастыре жило около 1200 монахинь. На его территории находились две хирургические больницы с домовыми храмами, терапевтическая больница с домовой церковью, аптека с бесплатной выдачей лекарств, амбулаторная лечебница, принимавшая ежедневно более 500 человек, школа и детский приют, богадельня. Матушка София управляла обителью 10 лет, с 1913 по 1923 год. В годы войны и революции сестры обители под руководством игумении самоотверженно служили раненым в больницах монастыря и беженцам. В 1919 году имущество монастыря национализировали, несколько лет он еще просуществовал под видом трудовой артели. В 1923 году обитель закрыли, матушку ждали аресты и ссылки, которые сильно подорвали ее здоровье. В 1934 году игумения София приняла схиму. Последние годы жизни она провела в подмосковной деревне Покров возле Святопокровского храма. Схиегумения София мирно скончалась 4 апреля 1941 года. В 2012 году она была причислена к лику местночтимых святых исповедников Киевской епархии. Ее мощи почивают в Никольском соборе Святопокровского женского монастыря города Киева. В пятницу 5 апреля православные христиане воспоминают преподобного Никона, игумена Киева-Печерского. Он жил в XI веке, был первым учеником и сподвижником основателя Киева-Печерской обители преподобного Антония. В монастыре он подвязался в сани священника и по поручению святого Антония постригал новых иноков. В числе постриженных преподобным Никоном был и пришедший после него святой Феодосий. Когда число монахов умножилось, святой Никон, ища уединения и безмолвия, ушел на полуостров Тму-Таракань на восточном берегу Керченского пролива и там поселился в пустынном месте недалеко от города. Со временем слава о подвижнике стала привлекать к нему желавших также посвятить свою жизнь Богу. Так там возник монастырь в честь Пресвятой Богородицы. Спустя время Никон возвратился в Киево-Печерскую обитель. Преподобный Феодосий оказывал ему самую почтительную любовь как отцу. Когда же князь Святослав изгнал своего брата из-за славы из Киева и в народе стали подниматься волнения, преподобный Никон удалился в основанную им обитель на Тму-Тараканье. Скончался преподобный в глубокой старости в 1088 году. Его нетленные мощи почивают в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Есть версия, что преподобный Никон-Печерский является одним из основателей обители в Святых Горах. Подлинных свидетельств о начальной истории Святогорского монастыря не сохранилось, но в начале 20 века директор Харьковского епархиального музея протеерей Петр Фомин, исследуя технологию вырубки пещер, датировал их 11 веком и связал основание обители с именем Святого Никона Киева-Печерского. В воскресенье 7 апреля Православная Церковь празднует Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из двунадесятых праздников. Более двух тысяч лет назад в маленьком городе Назарете произошло чудо, которого тысячелетие ожидало человечество. За восемь веков до этого пророк Исаия писал, «Се Девы в очреве примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил». Слово «Благовещение» означает «возвещение благой или доброй вести». В этот день Деве Марии явился Архангел Гавриил. Он приветствовал ее такими словами «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Гавриил возвестил Марии о грядущем рождении Сына Божия и Спасителя мира Иисуса Христа. На благою весть Пречистая Дева ответила Архангелу «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Это событие описано в первой главе Евангелия от Луки. Благовещение – праздник, в которой во всей полноте раскрывается величие божественной любви и смирения. Пресвятая Богородица подала нам великий пример истинной любви к Богу и послушания. Получив согласие Марии, Господь облекается в человеческую плоть. С этого момента начинается спасение человечества от греха и вечной смерти. В одной из своих прошлых проповедей в этот праздник наместник Святогорской Лавры митрополит Арсений сказал «В нынешний день произошло славное событие – зачатие Сына Божия. Сегодня Бог, Дух Всесовершенный, облекается в плоть, полагается во чреве Пречистой Девы, как в драгоценнейшем сосуде, не разрушая ее девство. Как солнечный луч, проходя через оконное стекло, не разрушает его и сохраняет все свои свойства и свет и теплоту, точно так же и Сын Божий, не разрушая чистоты девства Царицы Небесной и оставаясь Богом-Словом, приобретает от ее Пречистой Плоти себе плоть, чтобы потом жить вместе с нами в мире в течение 33 лет, проповедовать Евангелие Царствия, совершать многие дивные чудеса и, наконец, пролить кровь свою на кресте за искуплением всего рода человеческого». Третье воскресенье Великого Поста в этом году, 7 апреля, носит название «Неделя Крестопоклонная». Великий Пост – это время нашего подвига и самораспинания. Мы читаем в Евангелии слова Христа «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Православные христиане преодолевают путь, наполненный духовным и аскетическим смыслом. И на середине этого пути мы просим Господа о помощи и укреплении. Смысл этого дня объясняет синоксарь Крестопоклонной недели. «Поскольку во время сорокадневного поста мы как бы распинаем себя и испытываем некоторую горечь, печаль и уныние, нам предлагается животворящий крест, освежающий и укрепляющий нас. Напоминая нам о страданиях Господа нашего Иисуса Христа, Он утешает нас. Если Бог наш ради нас распялся, то сколь много и нам подобает для него трудиться». В одной из прошлых крестопоклонных недель наместник Святогорской лавры митрополит Арсений напомнил, «Несмотря на то, что половина поста пройдена, нельзя расслабляться, потому что при конце духовного подвига вражая брань особо усиливается. Врагу интересно сломать человека, втолкнуть его в грязь нарушения заповеди уже при конце его духовного подвига или подвига пустнического. Чтобы не допустить этого, чтобы мы не расслаблялись, церковь полагает в середине поста в центре храма крест, чтобы мы силой крестной отгоняли козни вражии и помнили слова Христовы», – пояснил митрополит. Накануне в субботу вечером на всеночном бдении в центре храма торжественно выносится животворящий крест Господень. В Святогорской обители для всеобщего поклонения также износится частица честного и животворящего креста. Подписывайтесь на YouTube канал Святогорской лавры и вы всегда будете в курсе новостей обители. А чтобы совершенно ничего не пропустить, установите уведомление обо всех обновлениях нашего канала, нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Святоуспенской и Святогорской лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok